Граница на замке. Так назвали интеллектуально-образовательную игру с патриотическим уклоном. Тема соревнований – воины-пограничники. Дело в том, что организатор мероприятия военно-патриотический клуб «Гренадёр» носит имя легендарного пограничника, героя Советского Союза Виталия Бубенина. А потому и история зелёной фуражки в интеллектуально-образовательной игре прошла красной нитью. Участники уже традиционного мероприятия – воспитанники военно-спортивных и патриотических клубов «Гренадёр», «Ястреб», «Юный разведчик», класс юных друзей-пограничников 22-го лицея. Соревновались ребята с родителями. Участие мам и пап стало отличительной чертой мероприятия. Цель же у «Гренадёра» и Центра ДОП образования хоста – одна. Воспитание у подрастающего поколения чувство гордости за своё отечество. А соревнуясь и играя наравне, родители и дети обучают и воспитывают друг друга. Уверены организаторы. Мероприятия, которые проводятся сегодня, они очень важны не только для нашего Сочи, но в масштабе всего государства. Потому что родители должны совместно со своими детьми изучать героическую историю нашей страны, чтобы познать её и грамотно довести до своих детей. И это поднимает и гордость за своих родителей у детей. Участники игры соревновались в знании истории погранвойск, в эрудиции, логике. Много вопросов касалось подвигов пограничников в годы Великой Отечественной войны. На ответ – 30 секунд. Но в любом случае, без ответов вопросы не оставались. То, о чём не знали члены команд, им рассказал руководитель военно-патриотического клуба «Гренадёр». На Кольском полуострове, в районе города Мурманск немцы не смогли продвинуться ни на метр, ни на шаг за территорию границы Советского Союза. До 43-го года наши пограничники сдерживали натиск немецко-фашистских войск. И потом в убийстве Советской армии погнали их дальше, на территорию Германии. Знания юных патриотов оценивали со всех фронтов. В составе компетентного жюри – председатель организации ветеранов пограничной службы, подполковник полиции, представитель сочинского «Динамо» и директор ЦДО «Хоста». Из их рук команды получили дипломы в различных номинациях. Главная же награда – расширенный кругозор и новые знания об истории страны и края. Инга Габешия, телекомпания ФКТ